Здарова, народ! Я Слава Пахомов и сегодня мы продолжаем играть в NHL 19. Все вы наверняка что-то слышали о Лиге Чемпионов, но это там, где постоянно побеждает Реал, а Роналду лучший игрок турнира. Так вот, хоккей тоже такая есть, без крыши, конечно, но также проводится среди европейских команд, и сегодня мы узнаем, почему там нет наших, и снова обыграем вообще всех. Погнали! В настройках турнира выставляем длительность периода 4 минуты и сложность суперзвезда, чтобы и вам, и мне было максимально интересно. Так как в хоккейной версии Лиги Чемпионов нет команд из России и, в принципе, игроков из KHL, я переманил в юность всех игроков с российским паспортом из NHL и собрал самую крутую красную машину. После каждой игры мы будем смотреть статистику каждого игрока, смотреть, сколько он забил, сколько он отдал, сколько он удалился, сколько пропустил, короче, на все мы будем смотреть. И, исходя из этого, мы будем менять тройки, менять пары защитников, чтобы команда была в тонусе, чтобы каждый был готов биться и забивать. Все у нас по-взрослому, и давайте уже играть, хватит болтать. По регламенту тут то же самое, что и в футболе. Три соперника с каждым мы должны сыграть как дома, так и в гостях, разорвать всех и выйти из группы с первого места. Ну, в общем, ничего необычного. Первый соперник у красной машины в Лиге Чемпионов – это Банско Быстреца. Это словацкая команда, которая в последние два года берет золото в своем чемпионате. Просто нам точно не будет, особенно учитывая, что уровень сложности у нас-то суперзвезда. Ну, давайте проверим красную машину в деле. Итак, в самом начале у нас появляется возможность реализовать большинство. Давайте это сделаем. Да ладно, да ладно! Забили первым же броском! Офигеть, это суперначало! Давайте посмотрим, что будет дальше. Потом же все подумают, что это монтаж, но не бывает так первым броском. Давай, Саша, беги в атаку! И бросок теперь! Ай, чуть-чуть мимо ворота. Игрокам просто нужно немного привыкнуть к этой площадке, потому что она немного больше, чем он хелл. И нужно время на адаптацию. Блин! Опасный бросок нам мимо ворот. Прощает нас соперник. Ой! А сейчас я доигрался, отдал не тому. И соперник сравнивает счет 1-1. Наши парни расслабились, но сейчас, сейчас нужно собраться и возвращать преимущество. Хороший пас, давай! Ой, как убрали! Ай, Зайцев, чуть-чуть. Надо было еще выдержать небольшую паузу. И на противоходе поймать вратаря. Блин, снова выход 1-1 у соперника. Давай, Боб! Я не знаю, я не знаю, как это происходит. Вроде начинали мы суперхорошо первым броском на трели шайбу ворот соперника. Но сейчас мы проиграем 2-1. Нужно попить воды и собраться, потому что... Ну, я не собирался не проигрывать вообще. Главное, парни-то все свои красная машина проигрывают каким-то чемпионом Словакии. Давай, Дадонов! Мимо шайбы. Фигачат туда, не знаю. Постоянное удаление, я чувствую уже... А, еще на 5 минут удалили. Ну, прикольно, прикольно, да. Ну, Орлов, ну, первый номер. Куда ты так влетаешь? А, до конца матча. Ну, все, пока. Давай. Боб, Боб, спасибо тебе большое. Единственное, чем я себя пока утешаю, пока мы отыграем 7-е мученство за сегодняшний матч, то, что в Лиге Чемпионов пока можно проиграть, это не драфт, а потом вернуться в игру и выиграть 5 матчей подряд. Но, все-таки, я хотел идти без поражений. Может, получится. Давай, красавчик! По-моему, Зайцев. Давай, Зайцев. Вот так вот, хоп и на Панарина. Да, Панарин, Панарин сравнивает счет. Еще есть все шансы закончить в основное время. Ну, давайте, парни, нужно забить на последних секундах и выиграть. Давай. Ну, Женя, добивай, добивай. А, все-таки заканчивается в ничью основное время матча, а это значит, что мы играем в овертайм, потому что это не футбол и ничьи тут не бывают. 5 на 3. Теперь у соперника начались удаления. Это нам на руку, конечно, но время остается не так много. А в буллитах все мы помним, что я не серван. Саша хотел в свою любимую девятку, но попал в крестовину и шайба вылетела на трибуны. Ну, Овечкин. Давай. Нам повезло на самом деле, потому что защитник оставил шайбу чисто перед вратарем, и Малкин просто объехал и забил в пустой угол. Первая победа есть. Теперь смотрим на статистику. По броскам 39-21 мы почти в два раза перебросали соперника. По ударам вообще 32-8. Мы уничтожали его. После этого матча у нас минусом получается 5 игроков. Орлов, Кузнецов, Радулов, Зайцев и Овечкин. Так как Овечкин забил, мы к нему ничего не применяем. Пусть остается в первом звене. Зайцев. Зайцеву надо поменять. Спустить его вниз, чтобы подумать своим победением. Радулов, Кузнецов то же самое, но Орлов у него вообще красная карточка, можно сказать, если бы мы играли в футбол. Но тут у него 5-минутное ударение, ударение до конца матча. Так что меняем Орлова, Кузнецова, Радулова и Зайцева. Опускаем их вниз и поднимаем новых игроков. Итак, Кузнецов отправляется в 4-е звено вместо Намесникова. Радулов тоже отправляется в 4-е, но Анисимов пока не будет играть во 2-м. Пусть Тарасенко погоняет. Так, что у нас по защите там? Так, по защите у нас получается Зайцев и Орлов идут в третью пару защитников. А вторыми становятся Садоров и Куликов. Итак, второй соперник на сегодня это Юб. Эта финская команда, кстати, в прошлом году выиграла Лигу Чемпионов, поэтому они профи в этом турнире. У них будут шансы забить нам и, может быть, даже выиграть. На линии шайба. Блин, на линии она остановилась и не залетела в ворота от перекладины. Нам чуть-чуть не хватило. Нужно дожимать, нужно дожимать. Дадонов. Дадонов. Дадонов отправляет первую шайбу в сегодняшнем матче. 1-0, ну это подно, кстати. Давай, Малкин. Давай, 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 давай. Как ты убежал-то, а? Как убежал? Давай, Вечкин, как прихватил-то? Блин, хотел сделать красиво, а вот эти сделал, как всегда, через попу. Ну, я не знаю, что говорить. Все-таки соперник забивает. Что-то 1-1. Но я не хочу второй овертайм. Нужно сейчас все это делать. Нужно сейчас забивать. Давайте, парни. Ну, еще два в одного убегает соперник. Забиваем сами себе. Я не знаю. Ну, как такое вообще возможно? Давайте посмотрим повтор, как эта хрень залетела к нам в ворота. Но Куликов, вы видели? Куликов просто сам себе ввез. Коньком, гребаном. Ну, пи-пи-пам-пам-пам. Я не знаю, как, но это, по-моему, Тарасенко сравнивает счет в сегодняшнем матче. Странный гол залетел в наши ворота. Теперь мы отвечаем не менее странным. 2-2. Ну, да, он, получается, сначала бросил, а потом еще впихнул эту шайбу в ворота. Ну, хорошо. А, еще 5 на 3 сейчас поиграем. Ну, вообще классно. Я уже устал что-то бросать. Второй раз, или третий, наверное, за сегодняшний день я привожу сам себе шайбу. Просто отдаю сопернику, и он забивает. Ну, я не знаю, что еще не с руками. Ладно, снимаем вратаря. Ну, как ты не забил? У нас пустые ворота, это... Всем пока. Не так складывается турнир, как я задумал. Мы пропускаем и проигрываем этот матч. У нас одна победа в овертайме, одно поражение. И вообще как-то не очень. Мне кажется, мы сейчас окажемся на последнем месте в группе. Нужно вводить кардинальные изменения. По броскам в два. В два раза больше мы бросили. Ну, знаете, кто забил в два раза больше? Конечно же соперник. Я не понимаю эту игру. И что у нас там по статистике игроков? Итак, лучше у нас наместников и проворов. Они поднимаются немного выше. А худше у нас получается Овечкин, Зайцев и Малкин. Ну, Зайцева опускаться уже некуда, поэтому чуть-чуть ниже идет Малкин и Овечкин. И вот так у нас теперь выглядит состав. Но самое главное, нужно дать теперь передохнуть нашему вратарю, потому что и пропускает он много, и вообще как-то нестабильно играет. Теперь Василевский занимает место в воротах. И надеюсь, мы больше не будем пропускать и проигрывать. Итак, после двух матчей мы занимаем второе место. Наконец-то красная машина выходит в красной форме на лед. Я надеюсь, хотя бы это поможет нашим парням. И да, вы заметили у Малкина на спине синюю нашивку. Ее дают лучшему бомбардиру команды, поэтому если ты хочешь суперэксклюзивную маечку, то нужно много забивать. Ну как такие вообще можно брать? Я не понимаю, какая реакция должна быть, чтобы 5 метров где-то бросить, он так хоп и поймал. Я думаю, моя кошка позавидует этому вратарю. Такие он берет уже второй матч подряд. Додонов, по-моему, второй матч подряд открывает счет против Юпа. Ну, красавчик. Так что я надеюсь, первый звено точно поднимется. Печальная статистика, но два матча предыдущие, когда мы забивали первым, потом пропускали сразу же две. Я надеюсь, в этом матче все будет не так. А еще лучше мы вообще не пропустим и выиграем в сутку. Лидер все-таки оправдывает свою майку. И, надеюсь, прокладывает путь назад в первое звено. Красавчик Жека, 2-0. Тики Тако сработал. Парни поиграли в пасы, потом Терасенко все-таки забил вторую, по-моему, шагу на этом турнире. Вот кто точно пахает лучше всех на этом турнире. Да елки-палки пашет, пашет. Два в одного. И Овечкин. Овечкин. Мы просто громим соперника. Наконец-то перемена в звенях пошли команде на пользу. Ну, да, да. Пятая шайба влетает в ворот соперников. Мы просто убиваем уже юг, мстим за прошлый матч. Ну, 5-0 это сильное, ребята. Давайте еще. Еще одна шайба влетает в ворота соперников. Уже нету сил радоваться. Малкин забивает третью шайбу на этом турнире. Ну, все. Этот соперник точно обыгран, я надеюсь. Нам не забьют же 7. Вот сейчас как раз отличная возможность для игроков набирать себе очки, голы и подниматься все выше и выше. Фу-ху! 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 Вот это, конечно, момент. Сначала шайба пролетела у него над щитком, а потом он попал в штангу еще соперник. В общем, это было опасно, но мы пока играем на 0. Ладно, ладно. 6-0. Это тоже неплохо. Мы одерживаем первую победу в основное время. У нас получается одна победа в овертайме, одно поражение, одна победа в основное время. Я надеюсь, дальше только победа будет. Так, ну, крутых достаточно много. Малкин возвращается в первое звено, это 100%. Панарин, Терасенко, Овечкин и Ковальчук идут выше. А дальше как бы все без изменений, потому что, ну, сейчас кто только не забивал, кто только не набирал очки. Они набирали очки Наместников и Бучневич. Они опустятся, наверное, пониже. Так что идем играть дальше. Так, Наместников отправляется вниз, но Малкин все-таки идет в первое звено. Терасенко, Панарин все-таки остается. Овечкин заменяет Кучерова, а Ковальчук заменяет Кучерова. Так, в принципе, тут все нормально и в защите все так же остается. Василевский сохраняет место на воротах и идем играть против четвертого соперника. А четвертый соперник знакомый нам Банско-Быстреца. Они теперь приезжают к нам и мы уже знаем, как их обыгрывать. Прошлый матч мы привели просто идеально, забили кучу шайб и давайте повторим это. О, кстати, вы заметили, что теперь Майка бомбардирова у Панарина. Блин, я тоже хочу себе такую. Блин, какую-то фигню мы снова пропускаем. Соперник забивает вообще грудью. Ну что-то странное творится. Впервые в этом турнире мы пропускаем первый и мы впервые будем отыгрываться в первом периоде. Нет, мы отыгрывались. Просто в первом периоде еще нет. Так что давайте отыгрываться в первом периоде. Да, 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 да. Возвращаемся в игру. По-моему, это делает Анисимов. И счет 1-1. Но нужно забывать теперь еще пятерку. С разворота, по-моему, Наместников отправляет шайбу очень красивую в ворота соперника. 2-1 мы впереди. Прошу прощения, это Кучеров отправляет шайбу в ворота соперника. Первый на этом турнире. Все, он красавчик. Играем дальше. Играем все нормально. Я один раз перепутал. Бум-бум-бум-бум! Еще одну шайбу вколочим в ворота соперников. Это делает Додонов. И наша команда уже не остановит. Они все больше и больше забивают. Так нужно и продолжать до окончания турнира. Да, еще одна шайба. Только хотел почесать бороду. И сразу же Анисимов забивает уже четвертую шайбу в сегодняшнем матче. Это мы делаем в меньшинстве. Было бы это онлайн, он бы уже 100% отключился. А так мы выиграем на уровне суперзвезды. Суперзвезды, парни. Ну кто тут красавчик, а? Скромность, это мой конек. Если что, играем дальше. Ну я уже не знаю, как забивать. Они с любых позиций уже вколачивают шайбу от соперника. Ковальчук теперь это делает. Если в первых двух матчах нам удалось это с трудом, то последние два у нас почти влетает все, что можно. Но все, мы одержим еще одну победу. Еще три очка добавляются к нам в копилку. И сейчас посмотрим, кто идет вниз, а кто идет вверх по нашей карьерной лестнице команды. Итак, получается, лучше всех в этом матче у нас сыграл Сергачев, Анисимов. И давайте еще отметим Додонова, потому что он уже какой-то третий матч подряд забивает. Одну из самых важных шайб, наверное. Поэтому Сергачев, Анисимов и Додонов идут выше. А вниз у нас, ну в принципе, некого опускать. Сейчас посмотрим все-таки, кто был хуже, кто дольше задержался наверху, потому что на сегодня у нас все в плюсе в этом матче. Так, ну Сергачеву уже некуда подниматься. Он вот так в первой паре защитников поднимаем, получается, Додонова вместо Малкина. До первого звена он все-таки поднялся. И Анисимова давайте вместо Тарасенко все-таки, потому что Панарин пока у нас лидер. После четырех матчей мы наконец-то все-таки заняли первое место в группе. И давайте увеличивать отрыв там. Давайте набирать очки быстрее и быстрее. Наконец-то мы узнали третьего соперника в нашей группе. Это Лайонс-Тюрих. Они, кстати, выиграли в этом году чемпионат в Швейцарии. Поэтому, ну какая у нас классная группа-то получается. Одни чемпионы. Проверим это у чемпиона в деле. Я говорил, что Панарина не надо убирать. Он наш лидер, остается в первом звене. И в очередной раз доказывает, что все-таки нашивка-то ему по праву принадлежит. Блин. Все-таки за 7,7 до конца первого периода мы пропускаем. Счет 1-1. И чемпион в Швейцарии не так прост, как казалось нам. Да нет, как ты так сделал-то? Нет. Еще одна влетает. Я уже не знаю, что делать. После двух достаточно проходных матчей, наши парни, видимо, расслабили булки. И соперник пользуется этим. И у него появляется реальный шанс забрать у нас очки. Да, сразу же, я не знаю. Не прошло и минуты, мы забиваем шайбу. Да, Кучеров, красавчик, возвращает нас в игру. Давайте, давайте, сейчас еще нужно забивать. Подбросок, ляг. Хорош. Это, конечно, он предугадал. Ну, кто он, я, конечно же. Так, счет 2-2, я не хочу овертайм. Давайте, быстро забили. Блин. Ну нет, ну не надо забивать, только не надо забивать. Спасибо, спасибо тебе, Василевский. Саша, Саша, красавчик. В свою любимую девятку отправляет шайбу за 20 секунд до конца. Да, так, соперник снял вратаря, и нужно забить еще. Бонарин, да, Бонарин наш лидер. Да, 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 4-2. Они реально проходятся по сопернику уже катком. Тут было очень потно, тут, конечно, вообще. Но, все хорошо сложилось. 4-2, и еще раз нам играть против чемпиона в Швейцарии. Так, ну, Овечкин, Додонов и Бонарин так в первом звене, куда им выше подниматься. Поэтому оставляем их. Орлова поднимаем повыше и Радулова. Радулова, потому что, ну, он просто не играет вообще. Я смотрю статистику, у него очень мало времени на льду. Поэтому поднимем его во второе звено. Может, он там все-таки забьет, наконец-то. И поднимем Зайцева, потому что, ну, они с Орловым в комплекте идут, заиграют неплохо. Итак, поднимаем Орлова и Зайцева и делаем их первой парой защитников. И еще поднимаем Радулова и делаем его игроком второй тройки нападения. Надеюсь, эти парни справятся. Остается один матч. Нас уже вряд ли сместят с первой строчки. Хотя, если мы проиграем, все возможно. Поэтому нужно забирать 3 очка у Львов. Да, 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 да. Панарин снова забивает. Открывает счет в сегодняшнем матче. Тема, красавчик, пятая шайба на турнире. Ай, чуть-чуть шайба не попала в подмышку. Могла бы залететь еще одна. Ну, давай. Да, 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 да. Вторая шайба залетает в сегодняшнем матче. И мы близки к выходу с первого места. Мне кажется, мы так выходили бы. Но сейчас мы наверняка добиваем Львов уже 2-0. Да, я не знаю, что сейчас произошло. По-моему, соперник вообще сам себе впихнул эту шайбу в ворота. Но не суть. 3-0. И мы снова громим соперника нашего. Шайбу записывает на Малкина? Ну, хорошо. Ну, Овечкин. Да, все-таки пробил вратаря. Он отбил вверх. Она залетела ему за спину. Овечкин забивает очередную шайбу. Не в девятку в этот раз, но тоже неплохую. 4-0. Ну, соперник. Соперник, конечно. Разгромлен. Все-таки пропускаем. Я хотел финальный матч отыграть на 0, но совсем не хватило нам много времени на самом деле. Но все равно. Обидно. 4-1. Давай, 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 давай. Ну, как тут не залетело? Давай, давай, давай. Так, вот и вот так вот пас. Да. Овечкин снова забивает в сегодняшнем матче. Он наверняка будет первой звездой. Можно забить еще, конечно. Блин, пропускаем, пропускаем вторую шайбу в сегодняшнем матче. Сопернику далеко до нас, но настроение эти шайбы чуть-чуть портит. Согласитесь? Ну, блин. Это штанга. Так обидно. Ой, какой сейф на последних секундах. Ну, ладно, это уже хорошее завершение сегодняшних матчей. Прям такой хороший сейф. Ну, вот и все. Наконец-то эта групповая стадия закончилась. Мы сыграли 6 матчей, набрали 14 очков, 4 раза выиграли в основное время. Один раз проиграли, к сожалению, испортили весь праздник. И одна победа у нас в овертайме есть. Забили 25 шайб. Круче всех, кто находится у нас в группе, пропустили 11 шайб. Это не самый лучший показатель, но близок к идеалу. Я считаю, что мы сыграли неплохо. Давайте посмотрим, кто лучший сегодня у нас среди игроков. Ну, а лучший в нашей команде, конечно же, Артемий Панарин. Хлебушек забросил 5 шайб, отдал 5 голевых передач, набрал 10 очков, и по личной статистике у него 8+. Овечкин совсем немного проиграл ему, по голам и передачам все так же, но по личной статистике всего лишь 5. Ну, а хуже сегодня Женя Кузнецов. У него 0 голов, 0 голевых передач, 0 очков, и по личной статистике минус 1. Да и на сбрасываниях Кузя сегодня не особо тащил. К сожалению, это не твой турнир, Жень. Давай, есть еще плей-офф, нужно исправиться. Ну, а на сегодня у меня все. Мы, наконец-то, закончили эту групповую стадию. Отыграли 6 непростых матчей. Не важно, что несколько закончились разгромно, не важно. Соперники были достойны, мы достойно сражались. Овечкин тащил всю нашу команду. Иногда Панарин, иногда Малкин. У нас было куча лидеров. Я считаю, что мы удачно справились, и впереди нас ждет плей-офф. Поэтому обязательно ставьте лайки, не ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Увидимся совсем скоро, и я надеюсь, все-таки заберем этот трофей. До новых встреч!